Ежегодно в Черном море гибнут тысячи туристов, причем тонут не где-то далеко на безлюдных пляжах, а на самых что ни на есть людных и популярных местах, буквально у самого берега. По мнению специалистов, в большинстве случаев причиной гибели становится обыкновенная халатность. Халатность или нет, но трое человек, отдыхавших на курортах затоки Белгороднестровского района, уже никогда не вернутся домой. Причем один из утонувших – 9-летний мальчик. 24-го числа жительница Казахстана, которая приехала на отдых в Затоку, на Солнечный район, во время купания утонула. Также 25-го числа поступило сообщение от заместителя начальника Затокского отделения милиции, майора Перебенуська Арктина Николаевича, о том, что на Лиманском районе мальчик 2003 года рождения, его укрыло волной и выбросил на берег. Мы пытались оказать первую помощь, но, к сожалению, последствия трагические. Также в это же время житель Арктийского района, который прибыл также на отдых 25-го числа, пошел купаться, и также получился трагический результат. Как показывает практика, трагедии происходят сплошь и рядом. Сотрудники МЧС максимально пытаются предотвратить их и помочь людям в беде. Предупреждают и спасают. Но существуют объективные причины, затрудняющие выполнение профессионального долга. Например, вечные пробки на территории ПГТ Затока Белгород-Днестровского района. В случае возникновения какой-то червячайной ситуации, особенно летний сезон, когда идет поднятие моста, и, не дай бог, возникновение пожара в Лиманском районе, в Солнечном районе, то практически район остается без подразделения. И от момента возникновения пожара до момента прибытия подразделения, которые уже, скажем так, находятся в соседнем районе, проходят очень много времени, и результаты плачевные. До прибытия пожар набирает большие площадя. Кстати, несмотря на то, что в Белгород-Днестровском районе ежегодно отдыхает огромное количество туристов, практически через все курортные места района часто едут грузовики-многотонники с разным грузом. В летний озарительный период ехал автомобиль, газовоз на шасси взяла для газона, и, проехавшись за току, в районе села Прибрежное, что-то случилось с топливной аппаратурой. Когда водитель остановился, вышел с машины, поднял капот, он услышал хлопок и начал, скажем так, оттуда перемещаться. Из-за этого хлопка был взрыв, который с собой принес большие ущербы, вплоть до того, что были разрушены ближайшие дома, ближайшие строения, которые располагались вдоль дороги. Не только сотрудники МЧС заботятся о безопасности отдыхающих. В нашем районе расположены спасательные пункты, где работают специально обученные в Одессе профессионалы. На территории Белочновского района находится порядка свыше 20 спасательных постов, также 20 пляжей. Спасательные посты и пляжи, это в начале сезона, в основе было распоряжение, не распоряжение, а было заседание комиссии МЧС, это в Белочновском районе, в городе, в Затоке, где были указаны места расположения постов и места расположения пляжей. Люди, которые там находятся, спасатели, они проходят специальное обучение в аварийно-спасательном отряде города Одессы. Так что, дорогие отдыхающие и гости Белгород-Днестровского района, будьте внимательны и приятного отдыха!